Лезть в прорубь, да еще и окунуться с головой в ледяную воду. Для этого нужно обладать крепким здоровьем, силой воли и определенными навыками. В общем, если уж решили моржевать, делайте это правильно. Смотрите инструкцию. Вот и пришла зима настоящая, с морозцем 20-ти градусным, крещенским. По традиции, русский народ в крещенскую ночь в проруби купается, очищает тело и душу. Говорят, после такого купания ни одна зараза к тебе не пристанет. И не потому, что вода в проруби святая, а потому, что закаливание само по себе очень полезно. Можно, конечно, моржом на один день стать, но лучше, если холодные ванны войдут у вас в привычку. Радость, красота, бодрость какая! Счастье просто! Как легко, хорошо! Современный человек – тепличный цветок. В связи с глобальным потеплением от морозов отвык. Ему бы в фуфайку закутаться потеплее. Знаете, что опасно не охлаждение, а переохлаждение. Человек незакаленный к температурным перепадам не привык, потому просуда к нему и цепляется. Три кита, на которых держится здоровье – солнце, воздух и вода – действуют во все времена года. Мы стоим босыми ногами на земле. Это очень важный фактор, когда стоим босыми ногами. То есть мы одновременно осуществляем контакт с тремя живыми телами природы. Это воздух, вода и земля. Вот это все в комплексе, в гармонии срабатывает и не дает переохлаждения. Закаляйся, позабудь про докторов. Водой холодной обливайся. По системе Порфирия Иванова. Утром и вечером. Основные его заповеди гласят. Почаще бывайте на воздухе и зимой и летом с открытым телом. Как можно больше ходите босиком. Купайтесь в любой реке, пруде, озере. Не волнуйтесь, никакая зараза к вам не пристанет. Пленка воды на коже пропустит внутрь только безвредные ионы. Остальное задержится на поверхности. Тело высохнет, грязь отскочит. Учение Порфирия Иванова – это не просто закалка, тренировка. Это возрождение русской, славянской культуры. И по большому счету культура людей всего мира, всего земного шара. А закалка Порфирия Иванова, она дает, значит, что? Делать жизнь цветную. По сравнению с черно-белой жизнью, такой вечной, зависимой. Это жизнь цветная без проблем. Проблемы есть, но они уходят на задний план. А сейчас проблема как? Как получить больше здоровья. Закаливание холодом полезно для любого человека. Это естественная гимнастика сосудов и капилляров организма. С помощью холодной водицы можно от многих болезней избавиться. Больной, когда уже никакие таблетки, никакие врачи не помогали. Только по одному заболеванию ревматоидный полиартрит я стояла на учете у ревматолога уже 11 лет. Кроме этого было много других болезней, по которым уже врач мне сама предлагал оформить инвалидность второй группы. А я отказалась. Я сам в 35 лет у меня был деформирующий артроз. Я принимал там сероводородные ванны. Ну, на год как-то замирала. А избавился от своих болельщиков. Вот только в 60 лет, когда начал заниматься по системе Порфирико Сергеевича Иванова. И спокойно поднимаю мешки теперь 50-60 килограмм. И никакой боли в коленках не чувствую. Никакого чуда здесь нет. Кратковременное воздействие холода на кожу, 10-15 секунд, оздоравливает тончайшие капилляры. И внутренние органы начинают работать. Только запомните, лезть в воду по действиям алкоголя категорически запрещено. Так же, как и принимать на грудь после. Такого ваши сосуды и сердце точно не выдержат. Да не спешите сразу обтираться. Подождите 2-3 минуты и просто промахните тело полотенцем. Счастья, здоровья, мира всем желаю. Так что обливайся и будешь здоров. Важно только соблюдать основные принципы закаливания. Постепенность, регулярность, комплексность. Лишь при выполнении этих условий можно добиться желаемого результата. Ты должен быть в дружбе, дружочек, с водой. Водою холодной, водой ключевую. Тогда ничего не случится с тобой. Так говорил учитель Порфирий Иванов. Так и не решилась на погружение Екатерина. Дежурная по рубрике. Дубль 2. Я все-таки решилась на это погружение. Спасибо Порфирию Иванову. Екатерина, дежурная по рубрике. Дежурная по рубрике. Продолжение следует...